Беспилотник. Село Ширинка. Курская область. В Курской области обнаружили разведывательно-ударный беспилотник иранского производства Махаджер-6. На подвесках у него были планирующие бомбы. Поврежденный дрон жители Эрефии нашли вблизи поселка Ширинка. Вероятно, с помощью этого иранского дрона российские оккупанты собирались атаковать приграничные населенные пункты в Украине. Однако по неизвестным причинам беспилотник упал в поле вместе с боеприпасами. Управляемые бомбы в момент падения не сдетонировали. Это очередное доказательство того, что Иран поставляет ублюдкам не только шахеды и боеприпасы. А в ООН по этому поводу, как всегда, пожмут плечами и пойдут вместе с убийцами глушить коньяк и выражать соболезнования по поводу денацификации Раиси. Иран, как и Россия, являются членами ООН. И никакие преступления режимов не лишают эти страны права голоса. К большому сожалению, убийства и терроризм легальны, легитимны и легализованы в так называемом цивилизованном мире. Я напомню, что рухнувший в Белгороде дом с кучей жертв, это были последствия упавшей с российской самолета бомбы. Кроме украинских дронов, неплохо по Белгородской области прилетают и отечественные бомбы. В частности, в селе Ясные Зори нашли ФАБ-250 очередную. Ну просто сами понимаете, бомба такая штука, ну отвалилась и отвалилась. То есть он бомбардировщик летит, где отвалилась, там отвалилась. Можно возвращаться домой. То есть в целом пилотам бомбардировщика намного безопаснее кидать бомбы на Белгородскую область, чем летать над Украиной. Потому что там все равно ПВО могут сбить. А если ты бомбишь Белгород, то ничего тебе за это не будет. Поэтому вот как-то все больше натуральных, там уже на десятки идет счет, все больше отечественных авиабомб падает именно на Белгород. Ну потому что взлетел, отбомбился быстренько и вернулся домой. Все нормально, не надо никуда. А то далеко полетишь там на Киев, на Харьков, там еще собьют, это все некомфортно. Плен потом, если выжил, катапультирование. Сложно. А так бахнул по Белгороду и поехал. С жителем обрушившегося дома в Белгороде предложили пожить где-то. Напомните, вот этот, который разбомбила российская армия, предложили пожить где-то за свой счет. Ну то есть им начали, тем, кто был прописан в этом доме, начали выплачивать по 10 тысяч рублей. По 10 тысяч рублей в качестве компенсации. В качестве компенсации. 10 тысяч рублей. А когда жители начали жаловаться, что на 10 тысяч рублей невозможно купить квартиру или даже арендовать, то им сказали, что ну вы где-нибудь поживите. Где-нибудь поживите. Потому что вы же знаете, у каждого россиянина 25 вариантов, где пожить. И поэтому если тебе говорят, ну поживи где-нибудь, ты такой поехал и где-нибудь пожил. В чем в принципе проблема. Тем более лето, пока и на вокзале можно спать. Что характерно, что характерно. В этом доме в том числе жили люди, которые эвакуировались из Грайворона и других вот районов, которые в большей степени подвергаются обстрелам и диверсионным атакам. То есть они попытались спастись от обстрелов в Белгороде. Там жили без прописки, естественно. Потому что куда там прописываться. Дом разбомбили, им говорят, но вы без прописки, вам и 10 тысяч компенсации не положено. То есть 10 тысяч рублей это только для тех, кто был прописан в этом доме. Который разбомбил путинский бомбардировщик. А тем, кто не был прописан, тем вообще ничего не положено. Ну потому что вы тоже, ну сами понимаете. Ну в стране война. Великий вождь ведет великую страну к великой победе. Ну надо где-то пожить просто за свой счет. Тихонечко куда-нибудь заселиться и пожить. А какие тут вообще могут быть компенсации? Ну там еще за Орск не рассчитались. За затопленные омские дома не рассчитались. А тут приходят белгородцы и говорят, нас тут разбомбили, дайте денег. Денег нет. Так что держитесь, держитесь. Пока на вокзале с детьми можно жить. В спортзале школы можно жить. Есть масса вариантов, где пожить в конце концов. На улице можно спать. Но это же не Сибирь, мошки такой нету в Белгороде. То есть можно на лавочке прикорнуть и нормально никто не съест. Вообще, если есть кто-нибудь из западной части России, пишите, как у вас с насекомыми, если ночью на лавочке спать нормально или все-таки прохладно еще. В Улан-Удэ с рельс сошли вагоны. У меня каждый эфир уже одна, две, три новости про то, как на железной дороге что-нибудь куда-нибудь ухнуло. И понятно, что если это система, если постоянно товарники улетают с рельсов, то это вопрос только времени, когда будут аварии с крупными человеческими жертвами. Ну а тут, как заявляют власти, пострадавших нет. Пострадавших нет. Ну пошли вагоны погулять. Тут как бы ничего, в общем, страшного и нет. Ну погуляли. Они же вернутся потом назад. Вернутся. Встанут на рельсы и поедут дальше. Здесь не нужно сильно переживать. Моя, одна из моих любимых тем, потому что она с личными связаны историями. Я рассказывал как-то в одном из эфиров, что у меня был опыт, когда из-за плохой настройки и наладки я почти четыре этажа пролетел в лифте. Ну то есть он просто сорвался, а стопоры сразу не сработали. И так, ну, физических повреждений крупных не получил, но напугался конкретно. Вообще в свободно летящем лифте чувствуешь себя п***но. Вот. И я поэтому очень внимательно слежу за историей с лифтами. Тем более, что ситуация с лифтами в Российской Федерации все хуже и хуже. На 500 тысяч российских лифтов больше 100 тысяч уже отслужили свой срок. Их надо немедленно. Немедленно это в смысле сегодня. Не там ни в будущем году, ни через пять лет. Их нужно менять. Все. Это уже хлам. Это хлам. На нем нельзя людям ездить выше, чем на второй этаж. Нельзя. Они ими пользуются. И, естественно, российские власти никак эту проблему не решают. Но есть и хорошие новости. Есть и хорошие новости. Виталий Мутко, руководитель компании Дом РФ, который отвечает в том числе за замену лифтов, рассказал, что он в курсе проблемы. Давайте послушаем. И вот такие проекты, конечно, как факторинг и другие меры поддержки, без этого у нас с вами проблема решаться не будет. Потому что под 70 тысяч лифтов сегодня, 1 января 2025 года, выйдут из строя. Они больше 25 лет. Естественно, мы их продлим еще там на пять лет. Это понятно. Но чем ее дальше не загоняй, мы эту проблему не решим. Я считаю, что ее нужно двигать и решать. Говорит, мы знаем, что полная жопа с лифтами. И они будут убивать все больше людей. А я расскажу, что только в прошлом году 200 человек пострадали в том или ином виде. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то пойдет. Кто-то сломал ноги руки. Несколько сотен человек пострадали в результате лифтовых аварий. И Мутко говорит, ну да, мы в курсе. Мы в курсе, что лифты будут вас убивать. Но мы эту проблему решать не планируем, не решим. И еще пять лет ездите, пожалуйста, на хламе. Ну вот такой хлам, ну что поделать? Денег нет. А через пять лет еще что-нибудь придумаем. Понимаете? Дело в том, что в законе-то можно написать что угодно. То есть можно сказать, что лифт, в принципе, 25 лет, если проездил, то еще 5 нормально проездит. Но лифт, к сожалению, *** такая, не читает этот закон. Вот в чем проблема. То есть если бы кто-нибудь его ознакомил с этим, пришел бы и рассказал, слышь лифт, блин, тебе еще пять лет ездить, сказали. Как пенсионный возраст. Вот пенсионеры собирались на пенсию, а им пришли и сказали, а нет, ***, работайте еще пять лет. И они такие, ну ладно. Ну не то чтобы, ну ладно. Один из самых крупных оппозиционных митингов в Новосибирске, за который я месяца сидел, был как раз против повышения пенсионного возраста. Не то чтобы все сказали, ну ладно. Но многие сказали, ну ладно, хорошо, будем работать. Ну и российские чиновники во главе с Виталием Мутко и маленьким Владимиром решили, что ну так и с лифтами так можно, как с пенсионерами. Типа еще пять лет поработайте. Какая пенсия нахер? Поработайте еще пять лет. Ну они только не учли, что лифты, они немножко по-другому мыслят, чем пенсионеры. И они могут быть не в курсе, что им надо еще пять лет поездить. Могут просто лечь. Как они там будут? Вот эвфемизм какой-нибудь. Лифт же не упал, а лифт как-то спустился на первый этаж с повышенной скоростью. Я думаю, вот так это будет. То есть в таком-то доме лифт спустился на первый этаж чуть быстрее, чем ожидали. И поэтому сразу на парковке оказался, на которой у него даже не было двери. Вот туда провалился или туда ближе к преисподней. Ну так нормально. Нам и сейчас завидуют, иначе бы они лезли к нам. В этом все дело. Субтитры создавал DimaTorzok